И так, друзья, мы продолжаем наш экспресс-марафон и впереди финальная тренировка. Выполнять ее будем также в формате круговой. Что это значит? Это значит, что впереди нас ждут 8 упражнений, которые мы выполняем. 40 секунд в работе, 20 отдыхаем. После того, как завершили весь комплекс, отдыхаем 60 секунд. И таких кругов выполняем 3-4. Главное, не забывайте в начале тренировки выполнить качественный разогрев, а в конце хорошую заминку. Кстати, в качестве заминки вы всегда можете выбрать не только комплекс упражнений, но и классные помощники от Немогучей. Это массажеры, перкуссионный массажер, который у меня в руках, вибророл или массажное кресло. У нас большой выбор продукции, которая поможет восстановить ваши мышцы после интенсивной тренировки. Ну, а если вы готовы, то мы приступаем к первому упражнению. Первым упражнением будем выполнять мостик попеременно на одной руке. Сейчас покажу технику выполнения. Итак, в исходном мы размещаемся на ковре. Прямо садимся. Ноги перед собой, пятки чуть шире таза. Грудная клетка раскрыта. Одна рука за спиной, другую выводим перед собой. На счет 1. Раз, рука здесь. На счет 2. Выводим ее наверх и отрываем таз. На счет 3. Возвращаемся в исходное. На счет 4. Отпускаем руку и отпускаем таз. Затем с другой. Раз, два, три, четыре. Вот такое классное упражнение. Все понятно? Все понятно. Готовы? Три, два, один. Поехали. Раз, два, три, четыре. Другой. Раз, два, три, четыре. Кому легко, можно не отпускать таз, а оставлять его вот так на весу. Проверяйте, подбирайте. Кстати, я всегда на тренировке использую фитнес-браслет для того, чтобы отслеживать свое самочувствие. Так как я не профессиональный тренер, в отличие от Саши, мне это очень помогает для того, чтобы регулировать интенсивность, отслеживать пульс. Это очень удобно. Действительно так, друзья. Если чувствуете то, что немножко не хватает знаний, браслет точно придет на помощь. Три, два, один. И отдыхаем. Отлично, друзья. Не забывайте побить воды. Итак, следующее упражнение. Выпады то вперед, то в сторону. Техника выполнения такая. В исходном два плеча, два бедра в ровном прямоугольнике, стопа на ширине таза. Смягчаем колени, чуть отводим таз назад, чтобы в корпусе получилась диагональ. После этого руки перед собой. Уходя вперед, локти разгибаем раз. Возвращаемся. И идем в боковой выпад. Ладони оставляем у груди. Оп. И повторяем с другой ноги. Выпад руки разогнули. И боковой выпад руки остались у груди. Вот такое простое, но качественное, действенное упражнение. Все понятно? Все понятно. Готовы. Три, два, один. Идем справа вперед. Разогнуть. Раз. Боковой выпад. Два. Снова вперед. Раз. И в бок. Проверяйте. Активно включается передняя бедра, ягодичная, внутренняя поверхность. Также следим за мышцами центра. Следим, чтобы плечи и таз не скручивались. И выдох. Каждое усиление. И боковой. Разогнуть. Следите за задним коленом. Оно никуда не косит и направлено точно в пол. Осталось немного. И три. Два. Один. Отлично. Отдыхаем. Итак, впереди следующее упражнение. Для него нам снова пригодятся фитнес-резинки. Выполнять будем отведение. С положения стоя на четвереньках, но не простые, а с небольшим полукругом. Сейчас покажу технику выполнения. Сразу надеваем резиночки на бедра. Вот так. И принимаем исходное. В исходном. Два плеча, два бедра снова в ровном прямоугольнике. Центр супер напряжен, чтобы в движении не подключалась поясница. Выходим на запястье. Лопатки собраны, грудная клетка раскрыта. Отводим ногу назад. Отрываем над полом и выполняем небольшие круговые движения. То в одну сторону, то в другую. И так работаем все 40 секунд. Все понятно? Все понятно. Готовы. Принимаем исходное. Раскрываем грудную клетку. Отводим ногу. Три, два, один. Поехали. И раз. И раз. И два. И два. Во время выполнения данного упражнения следите за тем, чтобы центр оставался неподвижным. И полукруг совершался именно за счет напряжения ягодичной. Если в таком варианте легко, то можно не отпускать ногу до конца и оставлять над полом. А еще, если спустить резинку на щекотки, то будет более интенсивная нагрузка. Поэтому кому легко, тот может себе задачу усложнить. Абсолютно точно. И немножко осталось. Три, два, один. И отдыхаем. Итак, в качестве следующего упражнения мы повторим предыдущее, но выполним его с другой ноги. Еще разок напомню технику. В исходном мы сохраняем плечи и таз в ровном прямоугольнике, собираем сильнее лопатки и следим за тем, чтобы не появлялся перегиб в поясничном. Далее выполняем круговые движения и работаем именно ягодичной, не подключая мышцы спины. Готовы? Три, два, один. И поехали. Раз. Раз. Два. Лево. Усиление. Каждый раз на выдохе. Таз не косит. Проверяем плес. Сильный. Помогает нам удержать ровный прямоугольник. Ох, как хорошо ощущается натяжение резинки. Да, на самом деле это самый часто используемый тренажер. Я думаю, вы уже заметили в течение нашего марафона. И уверена, что у каждой девушки он точно должен быть. У молодого человека тоже. Точно. И везде поместятся с собой. Готовы? Три. Два. Один. Отлично. Отдыхаем. Ух. Два. И мы переходим к следующему упражнению. Выполним переходы с ноги на ногу в приседе. Дополнительное оборудование вибро-гантель. У кого нет вибро-гантели, можно использовать или обычную, или бутылку с водой, либо же выполнить без дополнительного оборудования. Итак, показываю технику. Сразу возьму гантельку. Пока ее включать не буду, но как начнем, обязательно включите вибро-режим. В исходном подносим ее как можно ближе к груди. Ноги широко-широко в закрытом положении. Уходим в присед и уже от бедра максимально раскрываем колени в стороны. Направляем их точно туда, куда смотрит большой палец. После этого переходим в приседе. То на одну ногу, то на другую. И все это 40 секунд. Понятно, да? Включаем и начинаем. Три, два, поехали на правую. И раз, остались под углом 90. Если чувствуем, что колени косят, то можно ноги развести чуть шире и максимально от бедра направлять колено. От бедра во время перехода. Ох, классный эффект. Да, если включить другой режим, друзья, будет еще тяжелее. Да, виброгантель это вообще уникальный тренажер, который способен задействовать не только мышцы, которые мы прорабатываем в настоящий момент, но и все мелкие группы мышц. Точно. Наши стабилизаторы тоже довольны. Была бы обычная гантель, мы бы работали только над внешним корсетом. А так еще и наши стабилизаторы в работе. И три, два, один. Отлично, отдыхаем, друзья. Не забывайте попить воду. Кстати, да. Опа. Итак, следующее упражнение боковые выпады с ноги на ногу. Но не просто выпады, а совмещенные с жимом и даже с моментом на стабилизацию. Ну, обо всем подробнее. Итак, техника выполнения. Мы берем нашу гантель. Далее проверяем. Грудная клетка раскрыта. Лопатки собраны, шея длинная. Гантель перед собой на уровне грудной клетки. Далее мы выполняем боковой выпад. Раз. Возвращаемся стопой. И делаем жим, оставаясь в статике на одной ноге. Если данное положение дается сложно, тогда можно ногу не поднимать. Затем боковой выпад в другую сторону. Раз. Возвращаемся. Делаем жим. Два. Вот такое упражнение. Готовы? Готовы. Три. Два. Один. Идем вправо. Выпад. Раз. И жим. Боковой выпад. И жим. Следим за центром. Два плеча, два бедра остались в прямоугольнике. Грудная клетка раскрыта. Пупок подтянут. Следим за макушкой. И стремимся ей как можно выше в потолок. Кому тяжело делать с гантелькой, вы можете делать это упражнение и с собственным весом. Либо можете использовать виброгантели, которые мы использовали в прошлом упражнении. И задействовать мышцы-стабилизаторы. Это точно. Так что данное упражнение в зависимости от дополнительного оборудования может прокачать как основной корсет, так и глубинные мышцы центра. И мы закончили. Отдыхаем, друзья. Так, выполняем наше следующее упражнение. Будем делать боковые отведения с фитнес-резинкой. Показываю технику. Для начала наденем резинку на бедра. Затем располагаемся на ковре на один бок. Вот так. Одну ногу подгибаем под себя, другую вытягиваем ровно в бок. Далее, кому неудобно находиться на запястьях, переходим на предплечье. Вторую руку можно перенести на талию, можно поставить перед собой. Далее, на выдохе до протяжения 40 секунд мы медленно ягодичной мышцей отрываем ногу, затем возвращаем обратно. Если легко, оставляем над полом. Если сложновато, можно положить пятку и в эту секунду немножко передохнуть. Вот такое упражнение. Готово? Готово. И три, два, один. Поехали. Наверх выдох, вдох. И выдох, вдох. Стараемся сохранить центр ровным, колено тоже ровное и в движении только тазобедренный. Подтягиваем больше пупок, чтобы стабилизироваться. И растягиваем ленту, чувствуем ее сопротивление. Красная у нас самая легкая, серая чуть сильнее. Вы посмотрите, да, этот герой работает с серой. Ну, а черная это уже для профи. Немножко нам осталось. Следим. И три, два, один. Отдыхаем. И переходим к финальному упражнению данной круговой тренировки. Повторим предыдущее упражнение, но на другую ногу. Напоминаю технику выполнения. Мы располагаемся на боку, на предплечье или на запястье, как вам комфортней. Одну ногу сгибаем в колени, другую оставляем ровной. И стабилизировав центр на мышцах, медленно отрываем ногу над полом, затем плавно возвращаем в исходное. Вот такое движение. И подготовились. Три, два, один. Работаем. Наверх выдох. И вдох. Лопатки шея, выдох. Вдох. Контролируйте движения. Ноги все ровно в потолок. Лопатки шея. И продолжаем. Я уже чувствую, как у меня болят ягодичные мышцы к концу тренировки, конечно. Поэтому обязательно, друзья, уделяйте время на восстановление ваших мышц и пользуйтесь тренажерами-массажерами от компании Yamaguchi. Я лично воспользуюсь Vibro Roll. Vibro Roll – это отличный способ размять забитые после тренировки мышцы. А нам осталось совсем немного. Три, два, один. И закончили. Ура, друзья! Можно немножко передохнуть. И впереди у нас 60 секунд восстановления. А затем повторяем данный круг еще 2-3 раза. Продолжение следует... Продолжение следует... И на этом, друзья, все! Наш экспресс-марафон ягодицы подходит к концу. А мы с огромной радостью и удовольствием с вами прощаемся и желаем дальнейших побед. Всем пока, друзья! Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...